Детское радио представляет Необыкновенные истории обычных вещей Я люблю подолгу в окно смотреть Все вокруг видно, а я в тепле и уюте У нас дома большие окна, через них все-все видно Наверное, в теплых странах в древности Люди любили сидеть у окна и смотреть на природу Нет, Маша, в древности люди у окон сидеть не любили Потому что окон у них не было совсем Это я тебе как самое настоящее окно говорю В древних Греции, Риме, Египте окон в домах не делали Внешние стены зданий были глухими Кроме дверей там никаких проемов не было Потому что люди боялись, что через эти проемы заберутся злодеи, воры или злые духи Поэтому вместо окон тогда внутри дома делали открытый двор В богатых домах там даже бассейны были А в северных странах не было и двора, потому что холодно слишком Первые окна были маленькими и узкими, шириной с ладонь взрослого Они были нужны для того, чтобы в дом проникал свежий воздух А вовсе не для освещения, как сегодня Впервые окна стали большими и такими, какими мы их знаем теперь В середине 15 века И делать их начали в Италии Тогда там в моду вошли дворцы В стенах которых через равные промежутки делались оконные проемы Которые закрывались потом рамами и стеклом Оттуда мода на окна распространилась по всей Европе А во Франции в 17 веке придумали делать окна высотой во всю стену Их делали в королевских дворцах Такие окна выходили в сад Давали массу солнечного света и свежего воздуха Делают их и теперь, а называют французскими С окнами связано много легенд Китайцы окна считают детьми дверей Которые не должны быть больше своих родителей А еще в китайской культуре окна считаются входом в дом Которые не контролируются хозяином Поэтому в Китае не принято сидеть спиной к окну Необыкновенные истории обычных вещей